Буча, Ирпень, Харьков и другие разрушенные о действии российской армии украинские города стали главными объектами выставки под названием «Война близко», прошедшей при поддержке фонда жертв коммунизма в Вашингтоне. С помощью шлемов в виртуальной реальности посетители смогли ощутить, каково это – оказаться в эпицентре войны. Большинство политических лидеров, которые приезжали в Украину, они первым делом отправлялись в Бучу или Ирпень, чтобы увидеть все своими глазами. Мы не можем привезти всех туда, но мы можем привезти и показать видеокадры из этих мест в другие страны. Цель этой выставки – не только передать чувства от происходящего, но и заручиться поддержкой наших друзей и партнеров, чтобы выиграть эту войну. Один из авторов VR-проекта «Война близко» – фото-журналист Николай Амельченко. По его словам, еще одна задача выставки – подробнее рассказать американцам об ужасах и преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Мы хотим показать правду, что Россия бомбит не только военные объекты, как уверяют ее власти, но еще и убивает мирных жителей, уничтожает школы, больницы, музеи и жилые дома. Мы хотим, чтобы американцы не сдавались в своем желании помогать нам. Война продолжается, и эта выставка – наше напоминание о том, что мы продолжаем страдать от нее. Выставка была открыта для публики только в течение одного дня, и уже с самого утра желающих ее увидеть было немало. Ужасно. Это ужасно. Мы видели эти кадры по телевизору, но здесь ты видишь всю картину целиком, всю разруху. Среди гостей были представители украинской дипмиссии в США. Первый секретарь посольства Украины Екатерина Смогли выступила с речью и напомнила, что значит «украинский дух». Украинцы выдержат, они не сдадутся. Никогда не сомневайтесь в нашей силе и стойкости. Эти слова я услышала от своей мамы в самом начале войны. И если уж у 70-летней женщины есть столько храбрости, целая страна точно не сдастся. Вслед за Вашингтоном проект отправится в Европу. Проведение выставки уже запланировано в Париже, Берлине и Варшаве.